Карагандинские чиновники чествуют ветеранов и тружеников тыла. В местных больницах проводится вакцинация против кори. В Караганде подвели итоги конкурса «Лучший учитель года». Аким области Нурмухамбет Абдебеков посетил ветеранов. Глава региона лично поздравил участников войны и тружеников тыла с Днем пожилых людей. Одним из таких людей является Нагамеджан Умаров, который проработал на шахте 42 года. Сейчас имеет трое детей, от которых есть семь внуков и один правнук. Я рад, что когда мне вручали Орден Трудового Красного Знамени, радовался я. Конечно, это большое радость. Тогда очень трудно было так получать. Я сегодня долгое время такого уважения не чувствовал. Сегодня радуюсь так же, как будто мне обратно какое-то радость, как Орден Трудового Знамени меня вручает. Нагамеджан Атав, вспоминая свои трудовые годы, говорит, что сегодняшнее состояние и развитие страны улучшается с годами. И свои 84 года он уже успел пережить все невзгоды судьбы. Я доволен достижением нашего государства. Сейчас все делается для блага народа. Все то, что делает, это для блага народа. Это видно от слов, от действий, от дела. Поэтому я доволен своим. Аким области посетил еще одного ветерана, который в годы войны прослушал в Японии. Сражаясь за победу своей страны, сегодня все это с временем отразилось на здоровье Николая Николаевича. Нет, это советские. Ага. Вот, были в Японии. В Японии были. В ходе встречи Аким области вручил всем цветы и памятные гостинцы. Пожелал крепкого здоровья. Я лично считаю, что это уважение к этим людям. Это большое уважение. А вы знаете, для пожилого человека это много значит. День пожилых людей в стране отмечается жегодно. Достойное почтение и большое внимание уделяется всем, уверяет власти. Гульза Ацахова, Александр Циркидзе, Первый Карагандинский. Как повысить верующую и грамотность населения, обсудили в областном Акимате. В ходе заседания также рассматривался уровень борьбы с нетрадиционными религиозными течениями в Карагандинской области. Религиозная ситуация в Жасказганском регионе по-прежнему вызывает обеспокоенность в связи с наличием приверженцев нетрадиционных религиозных течений. Обеспокоенные религиозным состоянием в городе Жасказган местные власти уверяют, ситуация по сравнению с предыдущим годом улучшается. За текущий год пострадавшая от лжеучения девушка города Жасказгана за счет государственных средств прошла реабилитацию в Астане, выделенные в этом году. Средства на борьбу с нетрадиционным течением в 14 миллионов тенге используются по запланированному плану не только в Жасказгане, но и в ближайших регионах города. Аким Сапаева докладывал. Есть своя специфика, оказывается. Вот они на культурно-массовые мероприятия не идут там, где мы могли бы более эффективно их идеологизацией заниматься, да? Больше идут, видите, на спортивные мероприятия. При этом у них своя заинтересованность в этом. Кроме того, на заседании обсудили организацию информационно-пропагандистской работы в исправительных учреждениях области. На сегодняшний день в организациях уголовно-исполнительной системы содержатся осужденные, имеющие непосредственное причастие к религиозному экстремизму. По этой причине в колониях усиливается работа по идеологическому воздействию созданием библиотек и путем вовлечения священнослужителей, религиоведов-теологов и психологов Комитета по делам религии. Для правильного информирования этой категории людей. Определяются основные положения взаимодействия с представителями духовенства по полномочным органам по делам религии. Ежегодно представители мусульманского духовенства, служители православной церкви, посещают учреждение департамента УИС по Караганинской области. На сегодняшний день религиозная ситуация в учреждении департамента УИС остается стабильной. Никаких-либо выраженных проявлений экстремистского и литератического характера со стороны спецконтинента, а также лиц, отбывающих за экстремистские преступления, не наблюдается. Проблема предотвращения случаев проявления религиозного экстремизма, повышения уровня религиозной грамотности правительства является одной из самых актуальных в настоящее время. По итогам заседания Совета по связям с религиозным объединением Акима области, Нурмхамед Абдикбеков поручил на 2016 год предусмотреть увеличение сумм на информационно-пропагандистскую работу. Фариза Убаева, Ужас Габасов, Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. Юбилей 90-летия и День пожилых людей. С этими знаменательными датами Аким города Нурлана Убакиров приехал поздравить любовь Никифорову. В преддверии Дня пожилых людей чиновники чествуют дорогих ветеранов и тружеников тыла. Любовь Ивановна, разрешите вас поздравить юбилеем, с праздником Днем пожилых людей. Примите меня по поручению Акима области и Аким города. Господи, дай Бог вам всем здоровья. Любовь Ивановна Никифорова живет сыном. Трудовой путь пенсионерки был долгий и тяжелый. Работала в Тимиртау, потом переехала в Караганду и здесь создала семью. Любовь Николаевна с детства была трудолюбивой и даже после пенсии продолжала работать. Приход Акима города и других чиновников был очень неожиданным. Эмоции переполняли пенсионерку. Всем Акимам, обзавестителям, помощникам, сотрудникам, дай Бог здоровья. Так мне хорошо жить на этом свете, что не забываю, что помню. Я не думала, что меня еще кто-то помнит. В нашем городе проживают свыше 70 тысяч пожилых людей. Всю неделю чиновники поздравляют наших дорогих ветеранов войны и труда. Акимы городов и районов по поручению высшего руководства приезжают в гости к пенсионерам. Отдать должное нашим ветеранам, ветеранам труда, в том числе и ветеранам войны – это наша святая обязанность. Это возможность воспитания чувства казахстанского патриотизма. Это чувство именно человеческого восприятия бытия. То есть это дает возможность нам, помня историю, храняя ее историю. То есть, соответственно, мы воспитываем, особенно наше молодое поколение, в духе казахстанского патриотизма. Чиновники не смогли надолго задержаться у Любови Ивановны, потому что нужно еще успеть поздравить остальных ветеранов и тружеников. В свой праздник многие пенсионеры получили корзину с подарками, цветы и хорошее настроение. Лариса Хусейнова, Лжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок «Алюгал» – Галвин Херкюль. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность – 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Вакцинация против инфекционных заболеваний – очень необходимое дело. Проводенная вакцинация сохраняет здоровье молодых, особенно детей. Очень важно помнить родителям, что необходимо проводить профилактические прививки. Бояться этого не нужно. А если даже в легкой форме заболевает, то осложнений, опасных для жизни, никогда не бывает. Строго обязательно проводить профилактические прививки. Для того, чтобы не было проблем со здоровьем нашего начинающего жить поколения. Пройти обязательную, необходимую вакцинацию. Вопросов буду, не буду. Не должно быть. Вот советская система вакцинации, мы же все выросли в этом, мы все получили прививки. Она самая действенная, самая результативная. И надо не бояться. И обязательно защитить детей. Вы не имеете права подвергать своих детей такой опасности. Вот уже несколько дней идут споры о подорожании социального хлеба. Цену грозились поднять сразу несколько пекарен. Сегодня карагандинские чиновники провели пресс-конференцию, на которой стало известно, что подорожания не будет. Средняя стоимость продукта на сегодняшний день составляет 47 тенге во всех торговых точках города. Цены на хлеб и муку первого сорта останутся прежними. Также в этом году в Казахстане после сбора урожая подскочили цены на пшеницу. Сейчас зерно стоит около 42 тысяч тенге за тонну, а закупочная цена государства – 28 300 тенге. Безосновательная причина повышения цен в некоторых магазинах является виной самих предпринимателей. На сегодняшний день мы сами свидетели, ни в одном супермаркете, ни в одном продовольственном магазине подорожали лево-минт. На сегодняшний день обеспечиваем хлебопекарь социальным уходом. Далее мы ежедневно следим, мониторим цены на продовольственные продукты, особенно социальным нашим продуктам питания. Вакцинация против кори проводится в местных больницах. Это мероприятие предотвратит острые инфекционные заболевания и уменьшит число невакцинированных людей. Врачи обеспокоены показателями прошлого года, ведь заболеваемость кори увеличилась почти в 10 раз. С 1 октября во всех областях Казахстана началась акция дополнительной вакцинации против кори. Опасное заболевание кори возросло в связи с тем, что в последнее время увеличилось количество родителей, которые отказываются вакцинировать своих детей. Кроме того, возросло число иммигрантов. На сегодняшний день специального лечения от заболевания кори нет, а только симптоматическое лечение. Я пришел сюда, чтобы сделать вакцинацию от кори. И так как считаю, что это довольно-таки серьезная болезнь, я не хочу подвергать риску ни себя, ни своих близких и окружающих. В этом году по всей республике планируют вакцинировать 1 миллион 200 тысяч человек. Из них 50 тысяч по Карагандинской области. Вакцина сертифицирована и прошла все этапы проверки. Данную вакцину используют в 45 странах мира. На сегодняшний день, конечно, могут возникнуть вопросы, почему именно выбрана группа 15-19 лет. Данная группа выбрана в связи с тем, что данный контингент детей чаще всего находится в организованных коллективах. Это школы, вузы, СУЗы, большие гипермаркеты, где они находятся. И, конечно, имеется большой риск заражения. На сегодняшний день сложились обстоятельства таким образом, что накопился такой слой контингента невакцинированных, которые на сегодняшний день представляют опасность заражения. Причиной большинства случаев заражения является иммиграция. Корь чревата, как менингит, заболевание легких и может привести к летальному исходу. Для будущих мам это представляет угрозу в виде врожденных пророков. Диана Ромазанова, Асель Сазенбаева, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В Караганде подвели итоги конкурса «Лучший учитель года». Педагоги прошли три этапа. Для победы необходимо было провести открытый урок, показать умение преподавать и использовать новые педагогические подходы к детям. В последнем этапе учителя и воспитатели показали себя с творческой стороны. В конкурсе принимали участие около 40 педагогов школьных и дошкольных организаций. В третий этап прошли всего 12. Участвуют учителя и воспитатели. Методисты и дошколята детского садика «Байтирек» пришли, чтобы помочь и поддержать коллегу. В прошлом году этот садик уже занял первое место среди дошкольных учреждений города. Воспитатель с нашего детского сада участвует в конкурсе «Учитель года». Она участвовала, открытое занятие показывала, предоставила портфолио. И третий – вот тур уже решающий. Приглашенных педагогов поздравила ким города Караганды Нурлана Убакиров. Градоначальник наградил еще несколько участников. Вручил дипломы, грамоты, цветы и подарки. В настоящее время в карагандинских школах трудятся более 5000 педагогов. Из них более 200 молодых специалистов. С юных лет учителя ведут нас в мир знаний, формируют личность человека, отдают опыт и душевную теплоту своим воспитанникам. В день конкурса их ребята были рядом. Они помогали педагогам готовить номера и морально подбадривали. Сегодня, в канун праздника Дня Учителя, проводится финал городского конкурса «Учитель года». В течение прошлого учебного года, с января, проводились несколько этапов, где оценивалось профессиональное мастерство педагогов, ораторское мастерство, умение проводить занятия, использовать новые педагогические технологии. Яркие выступления детей и их педагогов надолго останутся в душе у зрителей. Со стороны было видно, как дети старались помочь принести победу своему учителю. А они, в свою очередь, были очень благодарны своим ребятам. Лариса Хусейнова, Сламбек Успан, Александр Царикидзе, 1-й Карагандинский. Экспедиция у Ладала-Еле по Карагандинской области стартовала с Ултауского района. Участники исследования посетили места, имеющие историческое значение, и районы, в которых расположены памятники природы. А также были составлены и дополнены списки исторических объектов. Земля Ултау всегда была святой для казахов. Она давала кочевникам металл для изготовления инструментов и оружия, служила пастбищем для тучных овечьих отар и табунов быстроногих коней. На ней сходились перекрестком кочевые дороги. Тем самым Ултау становилось местом общения всех родов казахов. Вот и сейчас прибыли историки, краеведы, а также молодежь, которая пыталась познать историю своих предков. Главная цель экспедиции – это изучение исторических мест. Все мы должны знать об истории нашего государства. Как говорится, без истории нет настоящего. Экспедиция побывала в историко-археологическом районе и в музее имени Макена Турегильдина, поселка Жизды. Посетили стелу, посвященную Булатинской битве. Там была прочитана лекция об историческом событии, которое произошло в этих местах. Затем отправились к мавзолею Алаша-хан. Его построили сразу после образования казахского ханства. Благодаря экспедиции мы окунулись в историю нашего государства. О нашем прошлом должно знать и молодое поколение. Мы должны помогать им в этом. Кроме того, экспедиция побывала в священном комплексе Тиректы, который находится в 60 километрах от самого же Сказганы. Экспедиторы побывали в Каркаралинском районе, Тимиртау, Женуарке и Балхаше. Асель Сазнабаева, Жасулам Макулбеков, Александр Циркидзе, Первый Карагандинский. Директоров школ региона обучили навыкам лидерства. Тренинги провели сотрудники Института повышения квалификации УРЛЕУ. Собравшимся дали возможность поделиться трудностями в работе и рассказать о любимой профессии. Подробности у Аймамриной. Светлана Суханова работает директором первой гимназии города Шахтинск уже 13 лет. Со слов женщины, за эти годы было всякое. Ведь она и ее коллеги, одни из первых в республике, начали работать в экспериментальной деятельности для внедрения полиязычного обучения в комплексе детский сад-школа. Когда на работе все получается, то и семейные дела проблемы, что все можно успеть, все можно распределить. Поэтому моя семья моя поддерживает, она живет моими проблемами, она живет моими успехами, какими-то ошибками. У меня уже взрослая дочь, у меня внук полтора года. Поэтому моя семья, мои родные и близкие, они живут проблемами моей гимназии. На семинар собрались руководители школ со всех уголков нашей области. Они обсудили актуальные вопросы, обновления содержания образования, проблемы и пути их решения. Со слов организаторов, такие встречи очень важны для обмена опытом. Ведь хороших результатов можно достичь только сообща. Директора школ, которые участвуют в сегодняшнем мероприятии, они смогли принять участие в тренинге по формированию корпоративной культуры. Это сейчас очень актуальная задача, потому что только сплоченный коллектив может решать те сложные задачи, которые стоят сейчас перед организациями образования. После семинара учителей начальных классов городов-спутников наградили благодарственными письмами. Со слов работников УРЛИУ, такие встречи найдут свое продолжение. Аймамлина Олжас Габасов, Александр Цирикидзе, первый карагандинский. Студенты против коррупции. В здании Нур-Отан прошло заседание молодежного дискуссионного клуба «Еркен-Пекер». Со слов организаторов, на сегодняшний день карагандинские студенты активно участвуют в реализации программы по противодействию коррупции. Подробнее в материале Ларисы Хусаиновой. Студент Карагандинского государственного университета имени Букетова Аслан Кобегенов часто принимает участие в дискуссиях. К коррупции Аслан, как и другие, относятся отрицательно. И поэтому считает, что такие встречи нужно проводить регулярно. Коррупция – это главный, я считаю, что на первом месте сейчас стоит из самых актуальных проблем в нашей республике. Но благодаря нашему Ельбасу, лидеру нашей нации, нашелтану Абишевичу Назарбаеву, именно такие проекты, благодаря пяти институциональным реформам, его 100 конкретных шагов, думаю, что мы хотя бы на 90% предотвратим коррупцию в нашей стране. Дискуссионные площадки жасутановцы проводят совместно с молодежью области. Ребята проявляют инициативу, предлагают свои проекты, которые могут способствовать развитию нашей страны. Главная цель заседания – обсуждение вопросов в сфере молодежной политики и рекомендовать точные механизмы по решению проблем коррупции в учебных заведениях. Самые выгодные проекты студентов будут представлены куратору партии и лучшие предложения будут воплощать в жизнь. Еще одну мемориальную доску вековечили карагандинские полицейские в память о погибшем сотруднике. Посвященный Алданышу Тайгожину монумент расположили прямо на стене дома, где проживал погибший капитан полиции. В честь героя в городе Абай была названа одна из улиц. На открытие мемориальной доски пришли самые близкие люди. Минута молчания посвящена памяти погибшего. Капитан полиции был жестоко убит в 2013 году, пытаясь задержать подозреваемых. Трое преступников нанесли несколько ударов ножом, били кувалдой по голове, совершили выстрел, а затем сожгли его тело. Виновников преступления приговорили к 20 годам лишения свободы. Когда произошла трагедия, дочери Алданыша было всего 8 лет. Она хорошо запомнила тот страшный день. Я очень горжусь своим отцом. Память о нем всегда будет в сердце, я его всегда люблю, мы всегда помним, чтим его память. Да, я пошла сейчас в полицию. Родные и близкие благодарны за установку мемориальной доски и уверены, что этот символ памяти станет примером молодому поколению о мужестве наших полицейских. Уважаемые ветераны, коллеги, служба в рядах полиции почетна, но она сопряжена с опасностью и трудностями. Наши коллеги верно стоят на страже закона, иногда рискуют своей жизнью. Мы никогда не забудем погибших товарищей. Поэтому одной из приоритетных задач полиции является увековечение их памяти. За образцовое исполнение служебного долга, мужества и отвагу Алданыш Тайгожин посмертно награжден медалью «Ярлегэ Уршин». Диана Рамазанова, Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните к нам в редакцию по номеру 420649. А я с вами прощаюсь. Аман Саоболонсдар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова